Камеры видеонаблюдения, большой брат, всевидящее око, тотальный контроль и жизнь под колбаком. Выражения знакомые каждому. Если раньше эти камеры могли только наблюдать, то теперь они могут найти разыскиваемого преступника, оплатить ваши покупки, выдать вам кредит и даже выписать штраф за переход в неположенном месте. Скажете, это будущее? Нет, это уже реальность. Она называется информационная система распознавания лиц. Что это такое, как это работает и почему вокруг этой технологии столько споров? Будем разбираться. Самый простой пример системы распознавания лиц. Вот мой телефон. И для его разблокировки мне нужно лишь поднести его к лицу. Теперь мне не нужно вводить цифры или прикладывать палец. Телефон, взглянув на меня, понимает, что именно я его владелец. Но как это работает? Работает это очень просто. Задача делится на две категории. Первое – это надо взять видеоплоток, найти в нем лицо и, грубо говоря, его вырезать. Мы называем это варкнуть. И отправить на сравнение. А дальше есть компьютерная сеть, которая сравнивает изображение, которое прилетело, с изображением, которое есть в базе данных. Или вот еще один пример, как работает система распознавания лиц. Мы находимся в одном из столичных офисов, где допуск в здание контролирует умная технология. Фотографии и отпечатки пальцев сотрудников загружены в базу данных. Когда человек входит в здание, система сканирует лицо. И если идентификация проходит успешно, то допускает его к рабочему месту. Причем она настроена так, чтобы распознавать на лице медицинскую маску. Если же я попытаюсь пройти, то меня система распознает как незнакомца. И никакая маска мне не поможет. Причем система может распознавать не только людей, но в принципе все, что угодно. В столице уже несколько лет работает интеллектуальный комплекс «Сергек», который также основан на алгоритмах распознавания. Вроде банальная вещь, но которая может определить машину, скорость, кому она принадлежит, с какой скоростью она прошла, снижение штрафов и других вещей. И да, вот это вот его эффект, как она применена в обществе и какую пользу приносит. Казахстанские специалисты пошли дальше и сейчас разрабатывают решения для промышленных компаний. Мы полностью определяем, одевает ли человек каску, жилет, очки, перчатки, правильный обувь, носит ли трос. Все это записывается в систему, в режиме правильного времени передаются оператору, диспетчерскую, уведомление появляется. Полностью эта система позволяет контролировать безопасность на производственных объектах. Если говорить о пользе системы, то первое, о чем твердят все специалисты, это безопасность. Другими словами, распознавание существенно облегчит работу правоохранительным органам. Им больше не потребуется отсматривать часовые видеозаписи в поисках разыскиваемого преступника. Когда подозреваемый появляется в публичном месте, они мгновенно получают оповещение. По моему мнению, мы могли бы это ставить в общественных местах, но не залазить внутренне. Очень приватные структуры, дома, внутренние подъезды. А в целом в общественных местах это очень была бы хорошая система, которая помогала бы драки распознавать. Есть много людей, которые в парках ломают стулья, вандализм. Например, в Москве в 2017 году раскрыли около 3000 преступлений благодаря системе распознавания лиц. Технология также активно внедряется в гипермаркетах для предотвращения кражи товара. Не секрет, что есть постоянно контингент, который приходит в магазины для того, чтобы выносить товар. И на удивление, это достаточно большие потери, если сетка большая. Один человек незаметно может вынести 50-60 долларов товара, но когда он к вам приходит каждую неделю, а то и два раза в неделю, и таких человек хотя бы тысяча, вы можете представить, какие убытки в магазине те. Соответственно, вот эта борьба с такого рода мошенничеством, она тоже лежит на службе безопасности, соответственно, с помощью распознавания лица. Есть и другая польза от геометрической идентификации. Например, сейчас, когда вы подходите к кассе в магазине, вы достаете либо наличку, либо карту, либо телефон. А что если вам скажут, что вы можете оплатить покупки с помощью лица? Пробейте, пожалуйста. Или у вас есть бонусная карта, и она также подвязана к вашему изображению. Проще говоря, карту можно потерять, телефон забыть, а вот с лицом таких проблем не возникнет. К тому же к нему можно подвязать практически все, что угодно. Магазин узнает, что мы пришли только на кассе. А мы же можем теперь узнавать вас на входе. И говорить, ой, а вы знаете, ваши любимые духи. На третьей полочке, в пятой секции для вас сегодня 20% скидочка. И запушить это вам еще на входе, не тогда, когда вы уже стоите на кассе, а когда вы только пришли. Это целый рынок такой внутренней рекламы. И многие производители товаров готовы платить серьезные деньги для того, чтобы уведомить клиента о том, что его товар пришел. Причем мы по фотографии умеем давать полвозраст. Пол практически 100%, возраст с точностью до 3 лет. А это Китай. Страна-лидер в части внедрения системы идентификации личности. Власти используют технологию распознавания лиц для наблюдения за улицами, станциями метро, аэропортами и другими общественными местами. По последней информации, их система включает 170 миллионов камер. А в базе данных более миллиарда человек. Журналист BBC решил проверить, как быстро его найдет полиция Китая в городе с 40-миллионным населением. Результат шокирующий. Система обнаружила его всего за 7 минут. В прошлом году президент Токаев посетил Китай и ознакомился с их опытом в цифровизации персональных данных граждан. И дал поручение правительству и Акимату столицы оцифровать город. У них, конечно, техника далеко ушедшая вперед. Оцифровали все основные города. Причем оцифровали очень глубоко. Нажимаешь на экран и входит цифра, вернее данные на того или иного человека, включая буквально все. Когда он закончил институт, куда ходит в свободное время, какие кредиты имеет и так далее и тому подобное. Пока о масштабном внедрении системы распознавания лиц никаких объявлений не было. Но постепенно эта технология тестируется и внедряется в нашей стране. В ближайшее время система начнет работать в Алматы. Столица тоже не отстает и внедряет FacePay в общественном транспорте. То есть никаких карт. Оплачивать проезд будете лицом. Нужно будет зарегистрироваться на Telegram-боте. Далее нужно будет прикрепить свое селфи. После чего прикрепить карту. И уже вы сможете пользоваться в этом общественном транспорте. С путем списывания биометрии вы сможете покупать билеты. А что насчет безопасности персональных данных? Вопрос волнует многих. Где гарантии, что кто-то не воспользуется моей фотографией и не снимет все деньги с банковской карты. Как уверяют эксперты, точность работы алгоритмов постоянно совершенствуется. И в некоторых случаях она ошибается не чаще, чем один раз на 10 миллионов лиц. Но для этого мы и все коллеги, которые работают на рынке, мы занимаемся отдельным большим направлением, которое позволяет нам подтверждать, что перед нами живой человек. Это одна из очень больших задач распознавания. Не просто узнать человека по фотографии, а понять, что перед нами, перед камерой живой человек, а не человек в маске или человек с распечатанной фотографией или каким-то другим образом пытающийся нас сфродить. Поэтому у нас есть достаточно много алгоритмов, которые применяются на разных платформах, на разных ситуациях, которые позволяют банку таким образом проверять клиента. Вот опять же, если мы вернемся к Изи, то когда вы будете делать селфи, вы не просто сделаете селфи, а вам еще попросят вас либо улыбнуться, либо моргнуть, либо покачать головой. То есть мы отслеживаем таким. Это один из вариантов проверки, что человек перед нами живой. То есть мы говорим, что ему сделать и ждем, что он это делает. Если он делает, мы говорим, ну окей, значит, ты живой. Надо сказать, система распознавания лиц имеет немало противников. Вся риторика оппонентов сводится к факторам слежки и вторжения в личное пространство. Например, Китай подвергается обвинениям в преследовании национальных меньшинств с помощью умных камер. А в европейских странах опасаются, что людей, участвовавших в митингах, могут не допускать на госслужбу. И во всех этих спорах ключевую роль играет законодательство в части контроля использования технологии. Пока что ни одна страна не сформировала идеальных правил. У любой технологии, любая вещь, которая создана человеком, имеет правильную сторону и неправильную сторону. Это зависит от человека, как им будет пользоваться. И здесь бывают всегда разные споры. Но самое главное, как это регулировать в рамках закона, как его правильно использовать. Поэтому если мы будем этим всем правильно пользоваться, она всегда будет приносить пользу людям. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!